здравствуйте дорогие мои подписчики и просто гости заглянувшие ко мне на канал с вами татьяна да и сегодня 10 марта и я начинаю новый вязальный влог сегодня такой праздник прощенное воскресенье до завершения масленичной недели и сегодня последний день воскресенье просит все у всех прощения чтобы люди простили друг друга я тоже воспользуюсь этим случаем и хочу вас дорогие мои зрители попросить прощения если я ненароком кого-то обидела может быть грубым словом может быть не то что то сказала неправильно интонацию поставила пожалуйста девочки простите меня не обижайтесь я не со зла простите пожалуйста вот ну и теперь то что касается вязального влога до вязальный дел очередное значит видео сейчас уже вышла на канал за предыдущую неделю я вчера снимала два больших видео по покупкам пряжи по покупкам аксессуаров я получила большую свою посылку я ее выгрузил уже вернее готовлю выгрузить на канал еще не выгружала вечером уже снимала по пряже полчаса наболтала наговорила все показала и потом увидела что с моей карты памяти в телефоне что-то случилось и она мне видео вот 30 минут не сохранила то есть мне пришлось ее отформатировать и записывать все заново вот ну в общем то все прошло удачно да я с этим справилась как говорится видео сохранено и оно есть значит то что касается вязальный дел в общем то я продолжаю вязать пока свое одно изделие это вот жилеточку да сейчас вот я довязываю третий моточек я вам покажу вот смотрите вот такое вот полотно получается рисуночек идет равномерно все но мне еще наверное сантиметров пять провязать и я буду закрывать уже петельки для горловинки вчера ходила смотрела себе нашивки у нас магазине но ничего к сожалению я не смогла подобрать потому что там либо детские либо мужские а вот по задумке по моей ту нашивку которую я бы хотела до женскую достаточно большого размера я не смогла найти но придется мне поискать еще в одном магазине вот потому что на китайском сайте я тоже ничего не обнаружила такого подходящего и интересного в общем пока мои поиски продолжаются я даже не начинала вязать снут вот пока вот вижу вижу вот эту жилеточку но как говорится да как я и говорила ранее о том чтобы начать еще процессики а меня мысль не покидает но пока просто как-то не дошли руки не могло даже определиться что взять из чего начать сегодня я уже разбирала свои вязаные изделия вязаные шапки все уже закладываю на хранение перекладываю прям целую коробку упаковала сейчас еще до стираю некоторые модели просушу их и в коробочку все упакуя как вы храните свои вязаные изделия девчонки стираете не стираете просто в шкафчике они у вас лежат на полочке у меня просто не хватает места чтобы все разложить по полкам поэтому я решила все сложить в коробку вязаные изделия шапки шарфа с нуды те которые мы носили за зиму вот и я положу в эту коробку кусочек мыла ну хоть у меня слава богу нет 0 и тут вот как говорится но как говорится чем не шутит на лучше перестраховаться поэтому заложим улице туда на всякий случай и у коробочку упакую запакую скотчем подниму наверх на антресоли также я потом то же самое сделаю связанными плечевыми изделиями все постираю все сложу упакую мыльц положу и уберу на улице у нас сегодня такая погода я утром ходила вносил мусор прям снег шел вот такими прям хлопьями казалось бы 10 марта но тем не менее снежочек идет и солнышка нет вот я довязала рядок и вот такой вот у меня полотно она скручивается немножко но потом все это сошлется по задумочке это немножечко чтобы было оверсайз такой да такая мягенькая пряжа чему я раньше до нее не добралась я не знаю еще немножко еще чуть-чуть вот так будет смотреться сейчас длину сейчас выгоню до присоединил 4 моток и будет уже очень хорошо даже уже можно наверное присоединять и закрывать петли то есть там будет просто закрытие простого то есть и скорее всего у меня даже не будет обвязки но это по задумке так без обвязочки вот сейчас я собираюсь уже через часик буду выходить поеду отвезу заказики которые меня заказывали девочки отвезу пряжу там аксессуар чеки спится и потом приеду уже продолжим сегодня уже практически третий выходной день да вот эти три дня выходных пролетели прям очень быстро то есть незаметно то есть пятница суббота воскресенье до праздничные дни ну и как обычно они пролетают очень быстро так что так повязать особо не получалось но как наверное у многих да потому что вот эти домашние дела праздничные это накладывает свой отпечаток так что вот такие вот новости но наверное на этом сейчас все буду дальше продолжать заниматься делами будет что-то новенькое интересненько я с вами буду делиться этим все девчоночки до связи так девчонки сейчас уже вечер воскресенье 10 марта время начала 11 я уже переместилась на кухню есть у меня еще немножко времени данный часик примерно повязать и пойти уже спать потому что спать пока не хочется хочется вязать 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 принципе я сегодня переделала кучу дел переделала все что я запланировала и отвезла заказы и дома какие-то домашние дела поделала перегладил опять же белья то есть позанималась так плодотворной в то же время я повязала вот я и сейчас сижу вижу сколько раз сегодня было у меня такое что сижу вижу эту жилетку и думаю что я хочу взять еще пряжу и начать изделие вязать мысль о хлопковом платье конечно же меня не покидает из был и батик я бы начала мне нравится платье а соль алина канал алина вяжет мне нравится платье танюша голубенькая ажурная вот но наверное мне ближе пока без всяких рисуночков я бы вот что-то вот такого плана как а соль единственное что меня там смущает справлюсь ли я с этой обвязкой которая идет по краю платья она красивая но кажется она такая сложная и то надо и то у алина вообще много мастер классов они такие прям раскрытые все но они достаточно есть сложная мне кажется что не всегда понимаешь что и начинаешь сомневаться своих собственных силах в общем-то сможешь или нет вот пока в общем-то я маюсь ничего не начинаю и даже ша снов к шапке еще не начинала может быть и не буду я ему пока начинать потому что уже но это не такое горящее изделие да то есть я хотела вязать вот эти маленькие аксессуары в период когда вот у меня был такой момент переломная смаялась то ли я устала от вязание то ли от больших вещей я вот вроде как решила повязать на мелких вещей смогла связать одну шапку ну как говорится связала шапку успокоилась я ее уже отправила в корзину до коробку вернее куда складываю вещи для зимнего хранения поэтому не знаю буду я в этом сезоне сейчас вязать снуд или не буду надобности в этой шапке нет пока может быть я потом уже ближе к осени к ней вернусь потому что хочу подклад туда связать да и чтобы у комплекта кирею отдать уже на сезон но опять же либо кирилле либо себе это будет видно уже осенью потому что у киры как так как растущий организм планы меняются по вещам по моде вообще сейчас заявила что хочет заказать шапку там с китайского сайт какую-то и попросила под эту шапку потом не связать шарф нам же не может связать такую шапку там я даже не могу объяснить какая она какая-то хлопковая не хлопковая на общем машинная вязка там мелкие вот эти вот петельки тури дочки вот не знаю особо не вдавалось подробности потом если она уже закажет придет я покажу и буду знать о какой шапке и какой шарф ей вязать к этому поэтому то что будет ей актуально осенью я не знаю может быть эта шапка для меня будет то есть может быть я сейчас повяжу и захочу пока не знаю я наверное и пока отложу потому что имею желание вязать уже что-то другое опять возвращаться к плечевым вещам я надеюсь я вас сейчас не запутала да потому что болтаю 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 ничего по сути не наболтала в общем то девочки я вам покажу сейчас да я вижу сейчас вот это уже вторая часть то это уже ну перед наверное потому что да у меня будет закрытия одинаковые с одной стороны у меня будет такой вот он просто типа вот маленький воротник такой как лодочка и все я не планирую обвязку может быть маленькой будет обвязка то есть там не будет ничего одинакового воротник с двух сторон вот у меня это жилетка вот до заказала я нашивку в общем-то на китайском сайте нашла нашивку одну она там примерно 12 сантиметров да вот такой цветок цветок роза и там листики в общем пока она дойдет уже будет видно вообще не уверена что она сюда подойдет вот под это изделие может подойдет нож не подойдет я думаю что пока это нашивка ко мне доедет мы с кирой дойдем еще до одного нашего магазина может быть будет там что-то приличное симпатичное подходящие на китайском сайте нашивка это стоит 48 9 копеечные деньги вообще ни о чем даже если она мне сюда не подойдет ничего страшного как говорится пусть будет запасе от пригодится вот в общем я одну часть своей жилетки довязала да и вот уже я вижу вторую часть уже вот прилично связано резинка связано основное полотно вяжется я не сказать чтоб я про много вязала я говорю я сегодня и в москву съездила и домашними делами занималась там да и не отдохнула из подруга посетила вот даже с подругой сидела я не вязала ну как тут повторюсь наверное пряжа мне нравится такое ощущение как будто она сама прыгает на спицы сегодня кстати под моим влогом который я сегодня выпустила на канал я получила несколько комментариев так где девочки мне рекомендуют сайт самое интересное девчонки тот сайт который мне рекомендовали кудель да я сама с него всегда заказываю я заказываю через совместные закупки то есть ту стоимость которую вы видите на сайте это розничная цена так как я заказываю через одну девочку она берет с этого сайта оптом то есть она там получается еще дешевле вот для сравнения я вам скажу сейчас нет не буду говорить в общем скажу так разница между ценой куделя и не ценой оптовый плюс ну оптовой цены примерно 50 рублей смотка и я сама никогда не знала что с этого сайта можно заказывать поштучно то есть мы всегда ну то есть организатор когда покупает он по условиям с поставщиком он не имеет права раздербанить упаковку на без обязан выкупить полную упаковку вот когда девочки мне написали что можно там заказать один моток потому что я бы если бы не нашла вот так один моток я бы заказала на этом же сайте только целую упаковку этого цвета через своего организатора до который сотрудничает с этим сайтом оптовым ценам вот и благодаря девчонкам которые мне там подсказали я сделала заказ на один моток вроде как мне его уже подтвердили просто их смутило то что я заказываю всего лишь один моток и они попросили подтвердить потому что сам моток стоит стоит 149 рублей чтобы его доставить стоит 180 рублей они конечно были очень удивлены и ошарашены и просили подтвердить что именно они видят то что увидят так как я только получила пряжи достаточно много мне принципе пока нет потребности закупать там что-то еще и не я написал что мне просто не хватило одного мотка поэтому заказа я свой подтверждаю нам что делать доставка значит доставка никуда от этого не деться зато я получу моток свой это вижу свой кардиган вот спасибо что написали а то я так бы и не знала то что можно покупать там по одному точку вот вот такие вот в принципе новости даю понемножечку потихонечку вижу я свою жилетку кстати мне также под заблогом рекомендовали вытягивать ниточку но пришло равномерное соотношение цветов я посмотрела и я поняла не буду этого делать то есть мне вот этот вот хаос который получается то есть мне он очень нравится мне именно вот этой намотка это скруткой может быть я неправильная какая-то но меня вообще вот это на сто процентов устраивает чем подбор вот этих цветов здесь мне нужно вот этот креативность такая да в этой кофте в этой жилетке чтобы было все не столь это предсказуемо поэтому я вот на ощупь прям беру из пакета клубок подсоединяю его и вижу даже не заморачиваясь девочки ну что мне здесь хочется такую креативную жилетку и пряжи она конечно шикарная шикарная прям шикарная повторюсь же я образцы вязать то вязала но я не стирала их и как это изделие покажете я думаю растянется немножко но моем случае это будет мне только на руку я предполагаю что растянется потому что жилеточка должна быть такая оверсайз чуть 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 больше мерят не думаю что прямо на растянется размеров там на 5 вряд ли и очень нравится как ложатся петли прям но бывает конечно рядность на петельки ложатся ровненько девчонки мне не нравится вязать вообще одно удовольствие на мягенько она вообще не колется с таким легким пушечку такая классная пряжа очень мне нравится я пожалела о том что я раньше у меня лежит уже с мая по моему прошлого года с мая с мая на мне лежит восемнадцатого года уже почти год вот я ее сейчас извяжу не пошел в работу пятый моток пятый моток у меня их 8 7 я их точно извяжу моточков да то есть вот этот довезу еще парочку точно наверное чуть-чуть от восьмого провяжу мне весь скорее всего в общем будем посмотреть завтра понедельник рабочий день вязать в течение дня естественно я уже не смогу в общем девочки хватит а то я уже наболтала на балка все есть у меня еще минут 40 запасе буду вязать сейчас включу себе сериальчик какой-нибудь ну или на не какой-нибудь а след я посмотрю или посмотрю кстати любочка там выгрузила новое видео на канал требующим успел посмотреть я как раз подружка санюту сидела и она в это время как раз выгрузила вот сейчас повяжу и посмотрю ее видео все девочки я на этом прощаюсь и до нового включения девчонки всем привет сегодня уже у нас вторник то есть рабочий день 13 марта вчера в понедельник так сложились обстоятельства что я не снимала я вязать вязала но у меня не было возможности что-то снять по моим вязальным делам да то есть я собственно вот довязываю свою жилетку то есть она у меня уже будет скоро готова то есть я ее сегодня максимум завтра я ее довяжу вот 7 моток я сейчас присоединила пошел у меня вход он все хорошо получается и я должна на днях примут ее закончить самая главная новость на девочки благодаря вашим комментариям благодаря вашей вот этой обратной связи я заказала себе наконец-то один моток как я и хотела один моток для своего кардигана потому что я смотрела в интернет магазинах я не находила а находила только эту пряжу где идет она упаковками и мне несколько девочек за что вам большое спасибо написали в комментариях что можно стало сайта купить по одному мотку но что парадокс в том что я и заказываю в общем то но через девочек с этого сайта оптом я уже об этом высказывалась в общем говорила да в итоге все мне сегодня уже пришло сообщение на телефон что на клубочек доставлен в пункт выдачи и я могу его забрать когда я оформил заказ там в магазине конечно они были немножко ошарашены до одним тем что моток 150 рублей доставить его стоит 180 типа вы уверены что вам это надо девчонки если я говорила в предыдущем вот не когда воскресенье вот то что я сейчас сказал то прошу девчонки меня за это не ругать потому что уже все время вечер до устала и могу подзабыть вот что говорил рассказывала первый день блога ну в общем то сегодня я получила сообщение о том что мой моток на пункте выдачи вот в этот пункт выдачи я попаду какой день я попаду в субботу поеду заберу этот моточек надеюсь что субботу воскресенье я уже довяжу свой кардиган вот и будет у меня еще одна работа все я заговариваюсь уже и будет у меня еще одна готовая работа марте месяца сегодня не очень сильно устала уже потому что я только что видео конечно сняла еще тоже на полчаса болталась вот и поэтому я уже немножко заговариваюсь вот я когда вот это да вижу я уже определилась тем что практически практически определилась что я начну и буду все-таки я вязать из хлопка мне осталось главное не передумать да то что я хочу это будет платье мне нужно провязать образцы я пока не буду говорить какое что это был платьем что за платье хочу провязать образцы и если меня устроит то что в образце то сто процентов я начну платье а если не устроит то пока не знаю что начну вот пока четко вот такого знаете решение того что я начну дальше вязать у меня нет самое интересное что у меня пряжи готовые под процессы лежит у меня рядом со мной в крестном с рядом с креслом до моих корзинах вот на сто процентов сказать я вам пока не могу что это будет хотя вот сейчас решила что это будет там платья пряжа пряжа у меня далековато от меня но почему то я решила что это будет именно так не знаю почему потому что я наверно вчера осмотрел этот мастер-класс поэтому платье если я девчонки не передумаю то будет платье но пытаться я буду вязать платье конечно посмотрим вот больше ничего не начинала шарфе так и не начала по нему я помню что говорила да что вряд ли уже наверное я его и начну не знаю наверное нет ближе к осени пряжи то у меня есть это вот сейчас девчонки смотрела первый канал да я от шоке на три дни и вообще от всего происходящего лучше на телевизор не смотреть но тут просто уже мы вынуждены да то есть мы живем в обществе и общество до нас доносит вот эту информацию это не про маленьких детей как на ненградском шоссе в москве обнаружили девочку маугли и все в таком духе не хочу на своем канале обсуждать вот этому я конечно сейчас смотрела читала у меня просто нет слов то одни эмоции но комент как говорится куда катится мир моральные уроды надо таких стерилизовать я не знаю что с ними делать ничего хорошего ладно это не та тема для моего канала не хочу об этом говорить просто это так реалии нашей жизни до побочный эффект которые мы вынуждены узнавать да и средства вот это массовой массовой информации тут хочешь не хочешь что-то узнаешь до тебя донесут эту информацию интернет и радио и тв и так далее вот в общем то время девчонки 10 час сейчас пойду посмотрю сколько у меня принципе так уже много уже может быть достаточно поэтому смотрю сравню стоит деталькой и если уже как раз то значит я ее закончу а если не как раз туда вижу столько сколько нужно там 915 еще рано достаточно и все и нужно искать нашивку вот все девочки наверно пока сказать нет наверное больше нечего будет что-то интересненькое еще я буду к вам включаться надолго не прощаю девчонки девчонки всем доброе утро сегодня четверг уже 14 марта я пришла на работу смотрите какое у нас летние практически весеннее летнее утро там далеке уже нет снега на газоне птички поют летние конечно сильно сказано девчонки но уже чувствуется что все-таки она уже близко весна хотя снега еще видите сколько много солнышко светит несмотря на то что на улице минус 7 у нас сегодня 1 пойду работать девчонки и так девчонки сегодня уже вечер четверга уже совсем поздний вечер до время почти 11 часов я перебралась уже на кухню и так как я вчера не снимала я решила сегодня немножечко поснимать и с вами пообщаться на я сегодня закончила вязать свою жилеточку все я сшила части до сделала все-таки небольшую обвязку и по горловине и рукава потому что пряжа заворачивается и мне не очень понравилось если без обвязки буквально по три ряде к провязала и закрыла вот результатом принципе в целом жилетки я довольна и конечно хотела немножечко чуть побольше оверсайз не знаю еще не и не стирала по стираю посмотрю может быть там пряжа это это и вытянется и будут как раз то что нужно не хватает конечно нашивки я нашивку только вот смогла одну это более-менее подходящую найти да я ее на китайском сайте заказала вот ну и может быть я выходной схожу в магазин еще в один посмотрю может быть найду что-то там но не знаю найду не найду если не найду конечно буду ждать свою нашивочку и сейчас что ж такое и сейчас я уже начала вязать новые изделия вообще хочу сказать знаете что у меня есть очень большое желание по начинать разных процессов да вообще прям разных-разных хоть это мне не свойственно мне хочется начать кучу процессов у меня пока лежит вся пряжа моя неубранная ждет выходного чтобы разобрать и раздать выходные девчонкам их заказы и потом я уже всю свою пряжу уберу в коробке и подниму наверх а так она у меня лежит мне глаза мои мозоли то и такое ощущение как будто на меня приманит манит и не прям хочется и одно начать изделие и другое начать изделие я прям сегодня бы начала два изделия но я успела провязать образец только на одной изделия и вот я его и начала хотя у меня еще в голове еще есть одно изделие которое я бы тоже начала но там чуть посложнее пока не знаю надо подумать с пряжей надо подумать с рисунком поэтому как-то я вот прям вот желание развести процессов она огромная девочки допустим потом буду учиться там угрозить угрызениями совести то что у меня лежит огромная масса процессов но желание развести эти процессы она очень велико что то я сейчас я вам сейчас покажу что у меня на спицах прям найти вяжу я же говорила да а я еще болталку не выпустила на канал не думаю скоро выйдет и вы когда будете в логовой смотреть это видео она уже будет на канале я в той болталке говорила что хочу повязать по правилам да то есть если я начинаю вязать по правилам то есть учусь вязать там реглан росток там и так далее да и хочу повязать петли по правильному по то есть изнаночные петли классическим способом чтобы они у меня получались ровненькие полотно было ровненько но я все равно вот приходится смотреть потому что я и про них забываю и эту изнанку провязываю лицевой сейчас пока даже болтаю даже просто когда начала вязать пока мне это сложно да если бы я там бабушкиными можно вязать закрытыми глазами эту изнаночную то с классическое для меня пока все это сложнее я постоянно про нее забываю что мне надо изнанку вязать классикой утром повязала например а вечером пришла с работы и уже забыла а сейчас вяжу резинку и мне не хочется напортачить я боюсь лишние петли провязать нитой вот я довязала до конца рядок в общем вот я начала белое изделие да это у меня пряжа ализе супер лана тег это будет плечевое изделие у меня для себя цвет кипельно белые называю мне этикетка в комнате осталось вот я не могу сказать там 100 граммах пятьсот пятьдесят что ли метров тоненькая нитка я сначала планировала начать в одну нитку вязать но посмотрела что-то поняла что это будет совсем тонковато и я решила все таки вязать две нитки у меня это пряжи целая упаковка это будет белое изделие то есть прям совсем белое белое кстати эта модель у меня будет вязаться уже во второй раз опять холодильник девчонки забудела извините первый раз я когда начинала вязать это изделие это было в прошлом году и я вязала из пряжи микрофибра даже не вспомню сейчас какая то было пряжа в общем я не провязала образец и я уже связала две детали изделия перед и спинку и сшила и да и только после этого я решила примерить на себя в общем-то и поняла что у меня размеров на несколько это изделие великое я в общем-то взяла его и распустила из той пряжи я связала плед детский вот и сейчас я решила что хочу еще все таки я связать эту кофточку и провязала образец высчитала петли вот и надеюсь в этот раз она у меня получится и никаких особых сложностей меня с ней не возникнет поэтому я вижу две нитки да так в одном не показалось тонковато будет резинку я вяжу на спицах два с половиной одики до лесочка 100 основное полотно я буду вязать тоже на одиках и на троечке спиц ади у меня всего две пары как раз два с половиной и три номерочки и вот сейчас эту резинку вяжу и смотрю чтобы я изнаночную не потеряла да то есть все просто будет вязаться сейчас я первую часть вижу на первой части у меня не будет рисунка а на спинке меня будет там легкий ажурчик присутствовать как ни странно да но это сшивное изделие то есть две части перед спинка плюс вывязывается реглан снизу рукава да и потом вяжутся отдельно рукава и пришиваются в общем все то что я не люблю на да то есть сшивать изделие что не сделаешь ради того чтобы получить весь да приходится переступать свои вот эти вот может быть как я говорю да может быть я не люблю от того что это плохо у меня получается надо же когда-то учиться этому и поэтому будем преодолевать себя но вернее я буду преодолевать себя буду пытаться учиться и стремиться как говорится к совершенству потому что без практики ничему нельзя научиться вот конечно надо на спицах два с половиной это все вяжется долго мне нужно резиночку ну сантиметров пять провязать пока она маленькая всего два сантиметра я только начала вами там 20 минут назад закончила жилетку провязала образцы образец сделала замеры и быстренько набрала петельки и пошла вязать но это будет весеннее изделие вот больше вроде у меня новостей никаких по вязальным делам нет сегодня я выгрузила на канал вторую часть видео о покупках пряжи вроде только закупила пряжу а вот это чувство хомякоза да она вообще не исчезает мне кажется эту пряжу хочется приобретать все время была бы возможность конечно это не всегда бывает так что вот так девчонки сегодня четверг в субботу я поеду уже на выхина как раз и заказ свои там раздам и заберу свой моток пряжи который мне пришел да и и закончу я свой кардиган я надеюсь я очень надеюсь что одного матка мне хватит и меня уже будет тогда в марте месяца два готовых плечевых изделия то есть это жилеточка и кардиган а и плюс шапочка ну вот этот вот джемперочек я не провели не свяжу конечно это вряд ли у меня получится потому что спицы тонкие осталось пол месяца и я же на работу хожу дружусь поэтому времени не хватит чтобы связать если бы я была вот в отпуске я бы еще повязать по максимуму бы смогла ну ничего страшного еще в принципе до такой теплой весны далековато как минимум месяц вот будем вязать все девочки еще я немножечко повяжу с вами на этом я закругляюсь и до новых встреч а всем легких петелек девчонки пятница пришла и у нас опять ночью выпал снег вроде солнышко на улице даже тепло я бы сказала но снега меньше не становится если вон там видно было газон еще немножко да на днях сейчас его уже не видно он опять под снегом не знаю когда у нас придет уже теплое время года но мы ждем надеемся что уже скоро скоро девчонки хочу показать вам свою розочку в общем смотрите как она у меня уже распушилась на окне есть уже один бутон вот он в феврале я пришла были голые стволики и вот сейчас 15 марта вот она у меня уже вся я ее пересадила и бутончик скоро у меня зацветет я принесла уже из дома свой адениум один освобождаю свою полку пусть здесь растет вот вот такой одышка вид из окна мои цветы тут так что вот так вот в такой оранжерея работая смотрите сколько снега много зима зима не хочет уходить ладно буду работать все девчонки да девчонки сейчас уже пятница время 12 час ночи я уже снова вернулась на кухню как говорится да и сижу потихонечку вяжу и снимаю видео в общем как только я сюда пришла я решила посмотреть насколько же я провязала и насколько подходит по разберу мне моя кофточка которую я начала вязать вчера беленькой да я в общем то приложила посмотрела и решила что она мне будет маловато и решила перевязать уже было отвязано не считая резинки 30 рядов основного полотна да то есть примерно вот столько я распустила а я как раз когда шла снимать хотела сказать ну как же долго вяжется вот этими тонкими спицами девчонки прям ну вообще вроде вот я и вчера повязала и сегодня с работы пришла сидела повязывала она прям вообще не хочет прибавляться и все вроде на троечке вяжу да не совсем уж тонкие но все равно такое ощущение прям еле 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 и в общем то в итоге я распустила вот такой моток да вот это было провязано я сейчас смотала в отдельный моточек да на бумажку ну чтобы мне потому что вяжу из двух мотков а клубки естественно у меня не перемотанные я в основном не мотаю в клубочки а пользуюсь фабричными вот этими клубками одно время когда времени было побольше это я была в отпуске я их перематывала да думала понять разницу может быть и правда так удобней ну для меня лично вообще никакой разницы нет да то есть разница она ощущается когда клубок подходит к своему концу да логическому завершению когда у тебя на спицах вышло полотно и соответственно клубочек твой заканчивается и он может там неравномерно или ниточку запутать вот поэтому когда время не ограничено я и не парюсь и не перематываю девочки в клубке ну зачем конечно кому как удобнее но для меня вообще это не важно не принципиально совсем нисколечко вот и поэтому но сейчас я смотала в отдельный клубок чтобы не перепутались между собой моточки с пряжей и вот я начала все заново прибавила петель побольше чтобы а то получается что даже чуть-чуть и не хватит и надо растянуть прям вот так сильно полотно чтобы хватило а так мне не хотелось мне хотелось чтобы оно немножечко было чуть-чуть посвободней вот жалко было потому что жалко что вязала вязала вроде так долго вязала и главное связалась то вот на самом деле вот только вот столько этих 30 рядов лицевой гладью поворотными рядами то есть лицо изнаночное вообще такое ощущение как будто не прибавлялась сейчас сейчас еще больше петелек набрала набрала на 20 петель побольше это чуть меньше 10 сантиметров у меня в 10 сантиметров 23 петли а я набрала 20 петель но получается где-то я прибавила на 9 сантиметров как раз там 5 сантиметров на свободу облегания чуть-чуть я увеличила получается на 4 сантиметра само полотно вот и девчонки я сегодня повязала еще один образец то я говорила что мне так хочется начать заказывать заказов процессов я даже сегодня уже пряжу для мужа вытащила из коробки и отложила себе поближе но я не уверена что сейчас я начну что-то мужское вязать хотя можно было бы я просто даже что-то и не знаю что связать хотя может быть какой-нибудь ему реглан тонкий свитер я хотела и залезы зингер примерно такая тоже пряжа она тоненькая вроде как но я из нее не вязала я хотела ему уже начать вязать на осень но посмотрим не знаю у меня есть одна задумочка она совсем простая и совсем легкая вот девчонки простите время уже 12 часа я встаю в 6.15 но так как сегодня пятница мне совсем не хочется идти спать потому что времени жалко да и времени жалко тратить на сон в принципе я же на работе не мешки все-таки разгружаю да у меня более идет моральная и умственная зрительная вот такая вот работа да что как под конец рабочего дня мои глаза уже вот такие эти цифры все и плюс там еще ну всякие нюансы бывают вот ну и в конце концов да то есть я хочу сказать что я не мешки разгружаю работаю на нормальной работе да то есть не требуется физический труд можно и повязать а завтра я могу немножечко и поспать ну спать естественно я долго не буду потому что если я проснусь позже восьми то я потом буду целый день ходить как меня как будто души по голове поэтому я лучше встану пораньше ну это я уже не по будильнику встаю по субботам а как сама сам организм он сам пробуждается потом лучше я днем посплю так про мужское которое я еще не не продумывала даже чуть-чуть сказала возможно я тоже до него доберусь но пока я сегодня провязала взяла вот эту пряжу alize cotton gold да хорошенькая такая на ощупь пряжа в 100 граммах 330 метров 55 процентов хлопка и 45 процентов акрила вот такая она секционочка девчонки я хочу наверное из него связать платье вот и я отрезала сегодня вот такой образец я его еще не стирала я только закончила его недавно видно надеюсь камера передаст все смотрите да верхняя часть вот этого рисунка видно что у меня с дырками ну с дырочками тут я накиды провязывала и они образовывают дырочку под конец я решила попробовать провязать без дыр накиды без дырок да то есть я делала накиды из протяжки из предыдущей петли вот и дырочек не стало также и с другой стороны то есть тут были накиды которые образуют дырочку а здесь накиды из протяжек и они не дают дырочку вот почему так я это сделала для себя чтобы мне понять какой вязкой я буду вязать но я поняла уже однозначно то что я буду вязать скорее всего вот этим вот накиды без дырок потому что если у меня платье случится да я надеюсь что у меня хватит сил моих возможностей вот вот и пусть по центру вот это вот еще такая косичка вот и вот такой краешек да будет я надеюсь что у меня хватит моих сил моих возможностей какого-то опыта связать это платье вот понятно что возможно какие то будут всплывать у меня может быть с этим проблемы нюансы я не знаю вот мне хочется такое платьишко и я его постираю но сегодня я уже не буду завтра я его постираю высушу немножечко отпарю да наберу уже все высушу то сделаю замер образца высчитаю петли сколько мне нужно будет набрать и в ближайшее время я начну вязать девчонки такое платье на ощупь хорошенькая я не знаю конечно как это будет в большом полотне я не вязала такого да у меня одна кофта есть связанная но она из стопроцентного хлопка вот с такой пряжи я не вязала но судя по отзывам девчонки я поняла уже да что пряжа многим нравится тут кстати рекомендованные спицы у нас рекомендуют от трех с половиной до пяти я что хочу сказать я первый раз образец начинала вязать я начинала вязать именно на три с половиной спицах и мне ну мне не очень понравилось я распустила этот образец который на три с половиной да и я взяла спицы на полу размера меньше то есть троечку и вот на троечке я и связала вот этот образец и здесь мне уже в принципе это понравилось но я хочу сказать что что он так тянется да вот этот хлопок а его нужно будет выстирать высушить отпарить растянуть и после этого сделать замер этих петель да потому что он может деформироваться вытягиваться и так далее ну посмотрим в общем я буду вязать основное полотно на спицах номер три а потом когда я уже до верха дойду я буду вязать на спицах два с половиной девчонки вот 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 и все значит я надеюсь что возможно выходные начну я вязать это изделие посмотрим пока не знаю как получится да я планирую я планирую так что я же говорила что хочу распустить этих процессов разных вот один я начала второй вот уже образец связала и третье у меня получается под вопросом что-то для мужа связать но я не знаю девчонки то я сейчас разбегусь да нет сейчас и буду в общем то вам включаться и показывать все на этом наверное все девочки до завтра завтра я еду забирать свой моточек пряжи для кардигана и завтра я уже выйду в эфир все до новых встреч итак девчонки уже поздний вечер субботы 11 часов я только взяла видеокамеру ну вернее не видеокамеру а телефон и пошла на кухню снимать потому что не было у меня сегодня возможности поснимать днем и решила вам показать результаты рассказать работы моей за сегодняшний день как-то день сегодня не очень задался у меня прям с утра но потом все было уже нормально ну и то хорошо я поехала утром отвозить заказы мне нужно было сдать раздать и забрать свой моток для бордового кардигана в общем когда я приехала на пункт выдачи как оказалось что именно сегодня мой пункт выдачи в котором я забираю заказы сегодня переезжает другое место хотя мне вчера поступила смс я не обратил на нее внимание что мой заказ меня уже ожидает на новом пункте выдачи это ладно от старого места до нового места там пешком пройти 15 минут я с сумками с этими заказами потому что мне издать их надо было в этих пунктах выдачи тоже на отправку я пошла туда прихожу там все закрыто звоню дозвониться не могу продавщица ну с соседнего магазина говорит ну они вроде только сегодня заезжают никого нет потом он пришел молодой человек какой-то и говорит мы будем два дня только переезжать я говорю ну как же так смс пришла что заказ уже здесь а я могу только приехать в выходные они говорят ну ничего страшного приедете потом заберете в общем забрать сегодня у меня моточек мой гаремычный не получилось я тоже губы раскатала думала заберу сегодня моток бордовый и буду довязывать кардиган весь его извяжу и закончу но как говорится не тут то было у меня не получилось это сделать не забрала заказы эти не отправила потом уже поехала на другой на другую транспортную службу и еще у меня был просто с собой один заказ который заказывали другой транспортной службой отдать я отдала ну хотя бы один вот и все потом я уже была дома там занималась всякими домашними делами в общем как обычно это мне очень интересно самая печалька была в том что я не смогла забрать свой вот этот один моточек для кофточки так что так и сейчас я вижу свою белую кофточку да как вы уже заметили наверное по ниточкам которые я выматываю отсюда я вчера распустила все теперь заново провязала сейчас у меня уже 26 ряд хотя я сегодня вязала вязала но у меня пока девчонки провязано вот столько в общем я вяжу классическую лицевую классическую изнанку пока я вижу разницу что как будто бы резинка стала более лучше чем может быть была более ровнее петельки по лицевой глади по изнаночной глади я в принципе пока никаких изменений не вижу мне кажется что я бабушкиными вязала что я дедушкиными вязала да оно все одинаковое я уж не знаю может быть после ВТО как-то изменит ситуацию это мало того что для меня это дольше затягивается времени да потому что изнаночную я когда сейчас вяжу мне нужно обязательно смотреть то я может быть нитку вторую могу не захватить и все-таки это медленнее вяжется чем я вязала бабушкиными изнанками потому что бабушкину я могу и закрытыми глазами вязать что лицевые что изнаночные вот простите время уже просто позднее и повязать охоту и поспать охота и время жалко тратить на сон потому что выходных всего два и хотелось бы сегодня тоже по максимуму посидеть повязать вот довязала ряд в общем приходится мне смотреть да лицу это вижу ладно могу не смотреть это не критично а вот изнанка ну не знаю вот так все равно рядность кстати она есть вылезает никуда от нее не деться может быть процессе вот его а это перед кстати будет на спинке будет узор посмотрим ладно она решила раз уж начала классическими вязать значит уже классика вязать и на тройке девчонки так долго вяжется вообще тройка я вот сегодня кардиган довязывала который последний уж нитки там которой у меня там было 100 метров даже какой 100 метров метр наверное может два пара рядов мне я там провязала и все она у меня в общем закончилась на совсем там то быстро все вяжется да крупные петли крупные спицы а вот тройкой прям вот видите сколько тут всего 26 рядов но это не считая резинки резинки 15 рядов 41 ряд вчера вечером я распустила раз перерезала добавила петли сейчас уже наверное нормально будет главное не переборщить ну хорошо хоть у пряжи метраж большой даже если еще и переборщу пряжи мне на это хватит потому что у меня 500 грамм а у этой пряжи 500 метров намотка так ладно это белый кардиган и сейчас я вам девчонки покажу еще вот это вообще засада полная засада но теперь у меня на спицах два процесса я еще хочу все-таки начать третьим я же говорила да у меня прям свербит в одном месте начать несколько процессов вот сейчас у меня два процесса на спицах я уже не понимаю как там девчонки вяжут по многу процессов потому что хочется и один повязать и второй повязать а по факту ты не можешь этого сделать в общем это я вот то что вам вчера показывала да вы видели я вязала образец все я его выстирала посушила все что-то положено сделала расчеты у меня колпачок просто и так далее колпачки кстати китайские какие-то дурацкие не держат на спицах не держатся так в общем вот такая вот штука у меня леска сто сантиметров у Адди сто сантиметров больше у меня лески нет я себе заказывала двести но она мне так и не пришла вяжу я на спицах троечка да это было батик по-моему правильно тут нет у меня с собой тоже этикетки было потом скажу если что в общем вот это я наверно буду вязать до пенсии если честно изделия девчонки я один ряд вяжу если меня не отвлекать десять минут я даже засекала десять минут я вязала один ряд хотя тут по кругу вяжется это капец честное слово вяжу на тройке это полный капец я буду а если отвлекает то я могу все 15-20 минут до вязать один ряд ну Таня же хотела второй процесс на спице вот Таня получила второй процесс на спице но это что-то с чем-то я правда буду это вязать девчонки до пенсии получается то может быть и получается это вот пока краешек тут у меня все это провязано не знаю раз два три четыре четыре рядочка ну и пятый это изнаночный ряд чтобы не скручивалась полотна вот видите я надеюсь что это передается вот начало это я правда буду вязать до пенсии один ряд десять минут у меня уже руки устали вот я прорезала да пять рядов этих несчастных отложила успокоилась да немножко как говорится два изделия хотела два изделия есть на спицах и болят прям эти кольца пряжи пряжи наверное надо эту пряжу все-таки перематывать в клубки потому что она очень рыхлая хлопок этот я когда закончу этот клубок если меня хватит я мне конечно хочется вот это изделие связать ну уж очень тяжелые девчонки очень достаточно тяжелый вот тут 325 петель 325 петель на тройке если вы вязали такого плана изделия но это предполагается что это платье будет я не знаю силе я его не осилю вообще моего уровня подготовки хватит или нет а если я силе я даже не знаю по времени сколько я буду вязать в идеале бы конечно мне было хотя бы до конца мая бы связать потому что все таки я планирую маленький отпуск уехать хотя бы на недельку к морю и если бы у меня этот процесс случился бы да если бы успел довязать и вообще получился бы он у меня что я не знаю хватит моего умения лицевые петли вязать и связать из этого платья или нет я конечно очень на это надеюсь вот очень надеюсь что это будет без косяков платье самое главное чтоб я бы смогла связать по времени ну вообще то что тут рядов будет много да и вязать эти 325 петель там сужение пойдут только ближе к талии в общем не знаю ну хочется конечно вот хлопок полухлопок да это полухлопок повязать посмотрим у меня как это сказать нравится нравится но пока вот просто я даже примерно сейчас не могу сказать насколько это у меня может затянуться вот именно этот процесс ну ладно а то знаете как говорится глаза боятся руки делать девчонки будем и завтра я хочу еще провязать образец один буду вязать мужской джемпер мужской джемпер буду мужу вязать на осень уже естественно не на весну это буду вязать как по мастер-классу джемпер импульс только джемпер импульс я вязала из ализе главным gold в этот раз я буду его вязать из более тонкой пряжи в один цвет и размер у меня будет поменьше вот мужу да чтобы он его носил тоненький свитер потому что я когда сына вязала он мне говорила почему-то мне так и не связала вот хочу пряжу вытащила синюю по моему я взяла уже коробки все я упаковала на церковь убрать чтоб они меня глаза не мозолили и у меня будут девчонки целых три процесса на спицах вообще в общем завтра я надеюсь провяжу образцы рассчитаю петли и может быть начну там тоже процесс такой будет недолгий я буду вязать на 48-50 да у меня муж просто похудел сейчас вот и ну там все вот эти соты косы там тоже нужно внимательность и нужно считать все эти ряды чтобы я не пропустила как у Владика у сына в джемпере одно переплетение ну и думаю если я сейчас пропущу я уже распущу конечно потому что это есть опыт общения вот с этим джемпером да буду надеяться что все нормально в общем и будет у меня три процесса пряжу я все уберу чтобы я больше не хотела хотя мне почему все равно еще хочется начинать кучу вот не буду трех мне вообще хватит я не представляю как девчонки далеко ходить не буду как алина вяжет у нее там более десяти процессов на спицах на руках грудной ребенок маленький она их как-то еще все умудряются кучу долговязов и у нее энтузиазм из нее трет да то есть а я вот не могу почему-то мне кажется меня прям это тянет и коробит если я вот эти процессы разведу и вязать их не буду и мне хочется их потом распуститься ну в общем то вот так все наверное на этом все завтра девчонки видео это выйдет уже на канал в воскресенье да как обычно я их выпускаю в эфир и думаю завтра я уже начну снимать для вас новый влог и в нем я буду показывать все свои продвижения как я тут борюсь с этими бабушкиными дедушкой дедушкиными изнаночными как я осиливаю полухлопок буду в общем то вам все показывать рассказывать все свои прелести процессов вот этих в общем буду вас держать в курсе все девчонки на этом я с вами прощаюсь была неделька хорошая вроде как плодотворная интересная спасибо что остаетесь со мной подписывайтесь на канал и всем пока пока пока